Здравствуйте! С вами канал Деревенская жизнь на хуторе, дневник казачки. Меня зовут Татьяна. И я хочу сейчас сделать обзор заквасок от фирмы Багздрав. Меня они прелестили тем, что у них очень большой выбор. Цена у этих заквасок 60 рублей за штуку. В принципе, это нормальная цена для заквасок, которые выписывают. Вот такой один стик рассчитан на 1 литр молока. Я почему стала выписывать вот такие закваски в интернет-магазинах? Мне не нравится брать кисломолочные напитки в супермаркетах и квасить собственное молоко. Во-первых, потому что, как известно, молоко, которое поступает к нам с молозаводов, оно либо пастеризованное, либо разбавленное. В общем, все сходятся на том, что оно не живое. Я вам новость не скажу. Почему-то считается, что продукт, произведенный из него, вдруг становится живым. Если сырье само по себе, ну пусть, скажем так, некачественное в этом смысле, то почему продукты, произведенные из него, вдруг стали качественные? И почему я должна брать ту же самую покупную ряженку или сметану и квасить свое живое деревенское молоко? Хотя до того, как я выписывала подобные закваски, я несколько лет брала. Старалась найти какую-нибудь живую ряженку, живой йогурт, сметану, чтобы заквасить свое молоко. Причем все это происходило у меня с переменным успехом. Если одна и та же сметана сегодня квасила это молоко, то завтра та же самая сметана молоко не квасила. Понимаете как? Уж не знаю, от чего это зависит. И я уже давно собиралась начать выписывать закваски с интернет-магазинов. Я это стала делать, и я об этом ни разу не пожалела. Во-первых, закваски, которые мы квасим сами, материнские закваски, они долго стоят в холодильнике. Они буквально до двух недель, может быть, даже и дольше стоят. Они абсолютно не портятся, они густые, они такие вкусные. И вот эти закваски, которые мы заквасим материнской, получим материнскую закваску, вот из этого, допустим, стика, мы получаем литр материнской закваски. И этой закваской можно еще несколько раз перезаквашивать свое собственное молоко и получать подобный продукт. Говорится, конечно, что когда мы перезаквашиваем материнской закваской, то там уменьшается состав бактерий и меняется их состав. Но я считаю, что если мы используем это все не для лечения, а как бы просто так, для еды и удовольствия, то ничего страшного в этом нет. А чем мне понравилась вот линейка продуктов Бакздрав? Смотрите, во-первых, у них здесь заквасок море на все случаи жизни. Закваски очень хорошие. Я перепробовала их почти все, поэтому я и делаю вам вот этот ролик, что они мне самой очень нравятся. Здесь есть пробиотические закваски. Здесь есть закваски подобран в состав бактерий для того, чтобы восстановить наш иммунитет. Для снижения веса слим, между прочим, получается такой кисломолочный продукт, густой, очень густой, очень хороший. Вот у меня осталось всего два стика. Мне понравился. Закваска Гармония. Вот ее я не пробовала, но я не сомневаюсь, что она такая же хорошая. Закваска Йогурт. Вот, тоже очень хороший, мне понравился. Вот это для улучшения сердечной деятельности. То есть их закваски поделены по, так сказать, по назначению. По назначению, что вы хотите себе лечить или подлечить. А можно и просто так пить для профилактики. То есть закваски на самом деле очень хорошие. У них там, к каждой закваске прилагается подробная инструкция. На самом деле, обращаться с ними очень просто. Квасить ими молоко очень просто. Я вам сейчас покажу, как. Давайте заквасим литр нашего молока. Вот, закваска Гармония. А другой литр молока, у них такой большой выбор. Я даже не знаю, что мне взять. Давайте возьмем закваску Кардио. Вот такую. Открываем пачечку. Все это делается очень просто. Смотрите, какие симпатичные. Между прочим, много вот здесь порошка, вот этих бактерий. Много. По сравнению с остальными заквасками, с которыми я имела дело. Здесь прям так заметно, что много. Стих вот этот не рекомендуется резать. Рекомендуется разорвать пальцами. Это делается легко. Нужно только найти место, где разорвать. И мы просто высыпаем на поверхность нашего молока нашу закваску. Один стик идет на литр. Она должна впитать себя влагу. А потом мы ложкой размешаем. Вот здесь у нас литр. А здесь в этих двух стаканчиках пол-литра. Значит, мы высыпем половину пакетика. Молоко у меня пастеризованное. Домашнее молоко обезжиренное я взяла на этот раз. Я делала с цельным много раз. В этот раз я хочу провести эксперименты и сделать все это на обезжиренном молоке. Вот. Вот эти закваски можно не просто так высыпать, а можно, знаете, растворить в небольшом количестве. Ну, там, миллилитров пятьдесят теплой воды. И потом уже эту воду, после того, как все это напитает, вылить в наше молоко. Но в этот раз я просто высыпала на поверхность. Хранить закваски Багздрав, так же, как и остальные закваски, любые, нужно в морозильной камере. Я их сейчас сложу в пакет. Я их оттуда и достала. И положу в морозильную камеру. После того, как наши закваски напитали в себя влагу, мы вот так размешаем. Накроем наши емкости крышками и поставим в теплое место. Так как состав бактерий везде разный, ложки нужно тоже использовать разные. И поставим в теплое место на несколько часов. Как быстро это скиснет, зависит от свойств молока. Оно может простоять и 2-3 часа, а может простоять и 7-8 часов. Но в любом случае, после того, как мы заглянем и увидим, что наше молоко стало густым, мы должны убрать его в холодное место, в холодильник. После того, как оно в холодильнике простоит еще 8-10 часов, наше молоко считается созревшим. И мы будем его пробовать. Как видите, делается это очень просто, чем ходить вот так в магазин и покупать кисломолочные продукты, которые произведены с добавлением сухого молока, с добавлением там я не знаю чего. Обычно берешь эту пачку сухого молока и вот здесь начинаешь выискивать вот эти коды, чтобы понять, а из чего же состоит наш кисломолочный напиток. Я считаю, что делать этого ничего не надо, лучше купить настоящее цельное молоко, использовать вот такие закваски баксдрапов или им подобные. И лучше заквашивать молоко в домашних условиях. Как видите, абсолютно ничего сложного. Это занимает буквально 5 минут. Это можно делать в йогуртнице, это можно делать в мультиварке, если есть специальные режимы. У меня вот ничего этого нет, поэтому, как я сказала, я заквасила наше молоко, и теперь я его накрою крышками, закутаю в полотенце и поставлю в теплое место. После того, как оно, еще раз говорю, сядет, и наши закваски начнут работать, мы достанем его, поставим в холодильник, а после того, как в холодильнике оно созреет, мы будем пробовать. Пришло время испытать наше получившееся молоко. Смотрите, образовался очень плотный сгусток. Напоминаю, мы квасили обрат. Если бы мы взяли магазинные закваски, такого плотного сгустка добиться сложно. Вот эта материнская закваска при закрытой крышке может стоять в холодильнике до трех недель. Давайте посмотрим, что получилось у нас в стаканчиках. Вот такая обалденная штучка. Еще раз говорю, закваски очень хорошие, мне они очень понравились. Здесь мы также квасили обрат. У нас получился вот такой кисломолочный напиток. Я достала его с холодильника. С момента закваски прошло 8 часов. Вот такой вид имеет наше молоко. По цене это сравнимо с магазинным молоком. Только здесь мы уверены в качестве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...